Здравствуйте, уважаемые зрители! Итак, 11 сентября, в 5 часов утра, мы получили рыбу от Винсена Лау. Распаковали и поместили в три аквариума с осматической водой. Эти кадры напомнят вам события той незабываемой ночи, которые вы видели в предыдущем видео. Часть рыбы сначала лежала на дне, но быстро начала приходить в себя, и утром уже все плавали, и многие начали брать предложенный им корм, заморозку мотыля, промытую холодной водой от крови. Мы кормим мотыльем, чтобы не перегрузить биологию. Напомню, что на всех стадиях приобретения рыбы, ее приемки и карантина нам помогал и консультировал замечательный человек Эдуард Шестяных. Хорошо иметь такого бескорыстного, безотказного друга с огромным опытом и знаниями из всех областей, связанных с дискуссами. Ему огромная благодарность. И есть за что. Это я говорю, предваряя его нема за шо. Было принято решение начать обработку хлорамином Т. Но хлорамин Т нельзя применять в асматической воде, и рыбу надо медленно, но не мешкая, перевести на водопроводную воду. Мы открыли протоку, и фактически сутки переводили рыбу на свою воду. По прибытию рыбы на разводне был объявлен карантин. Что это значило? Никаких посторонних людей к аквариумам не подходит. Я занимаюсь только новыми рыбами и не притрагиваюсь к аквариумам со старой. Валера наоборот, обслуживая только местных постояльцев. Никаких сложных работ и манипуляций со старой рыбой. Отдельная посуда, сачки и прочее. Подготовка к обработке хлорамином заключается не только в этом. Существуют параметры воды, при которых обработка проходит без вреда для рыбы. Но достигает своей цели. Эти параметры описаны в инструкции к хлорамину Т торговой марки Халамид. И я хочу подробно остановиться на этой подготовке. Считаю, что многим, особенно новичкам, это будет полезным. Итак, сначала мы проверили параметры своей воды. ТДС показал 90 ppm. Карбонатная жесткость 2 немецких градуса. И PH 7,5. Вода очень мягкая. Применение хлорамина в такой воде недопустимо. Из таблицы мы видим, что минимальная карбонатная жесткость должна быть 4 немецких градуса. И тогда при PH 7,5 мы можем применять концентрацию хлорамина до 1,8 грамм на 100 литров воды. Но это минимум лучше делать с каким-то запасом. Но не с большим. Дело в том, что добавление соды повышает PH. И не все рыбы это легко переносят. Итак, необходимо повысить карбонатную жесткость. Для этого можно внести соль магния, например, сульфат магния, который применяется в медицине и продается в любой аптеке, или хлористый кальций. Он также применяется в медицине в виде раствора. Но лучше купить в магазине химреактивов хлористый кальций шестиводный. И нам нужен карбонат. Чтобы внести карбонат, обычно применяют бикарбонат натрия, питьевую соду. Продается в любом магазине. И гасят ее крутым кипятком. Но надо рассчитать количество. Предлагаю внимательно посмотреть мои расчеты, и я все прокомментирую. Берем любой справочный материал, в данном случае это википедия, и видим определение немецких градусов. Это одна часть оксида кальция, или 0,719 частей оксида магния, на 100 тысяч частей воды. Из этого давайте найдем, сколько грамм сульфата магния необходимо добавить на 100 литров воды, чтобы поднять жесткость на 1 немецкий градус. Для этого нам надо пересчитать 0,719 грамм оксида магния в эквивалентное количество сульфата магния. Находим молекулярные веса, вычисляем коэффициент, получаем 3, и применяем его. Получаем 2,3 грамма. И вот порядок действий. Первое. Измеряем pH воды в аквариуме тестами или надежным откалиброванным pH метром. Второе. Смотрим по таблице требуемую карбонатную жесткость в зависимости от необходимой дозировки хлорамина T. Значение в таблице делим на 10. Измеряем карбонатную жесткость тестами, не ТДС метром. Четвертое. Считаем, сколько необходимо добавить градусов жесткости. Пятое. 2,2 умножаем на требуемое увеличение немецких градусов, умножаем на объем аквариума и делим на 100. Получаем необходимое количество сульфата магния для увеличения карбонатной жесткости в вашем аквариуме на заданное количество немецких градусов. Совершенно аналогичный расчет на хлористый кальций шестиводный. Получаем 3,9 грамм. Почему я рекомендую шестиводный хлористый кальций, а не безводный? Дело в том, что оба варианта гигроскопичны, то есть активно поглощают воду из воздуха. При этом состав меняется, уменьшается количество основного вещества и точная дозировка становится невозможной. Шестиводный вариант менее гидроскопичен, поэтому с ним работать легче. Обязательно плотно закрывайте упаковку после взвешивания. Ну и теперь сода. Бикарбонат натрия по первому уравнению переходит в карбонат при обработке горячей водой. Но реакция не проходит на 100% при 100 градусах. Именно поэтому я вам говорил о необходимости запаса. И еще потому, что мы довносим хлорамин на следующий день на предполагаемую убыль. Далее карбонат реагирует с сульфатом магния или хлоридом кальция, образуя соответствующую соль жесткости. Пересчитываем на 1 немецкий градус, исходя из молекулярных масс с учетом двух молекул бикарбоната по первому уравнению. Получаем 3,1 грамма соды на 100 литров для повышения жесткости на 1 немецкий градус. И дописываем нашу инструкцию. Значит мы сделали первые 5 пунктов либо по сульфату магния, либо по хлористому кальцию. И в 6 пункт рассчитываем количество питьевой соды, исходя из того же количества немецких градусов, умножая на 3,1 на объем аквариума и делим на 100. 7. Взвешиваем необходимое количество сульфата магния или хлорида кальция, растворяем в воде и медленно вносим в аквариум, давая воде перемешаться и рыбе привыкнуть к новым параметрам. Я это делал примерно час. 8. Взвешиваем питьевую соду в термостойком стакане, заливаем кипятком и перемешиваем. Учтите, что будет активное выделение пузырьков и вспенивание. Не наливайте сразу полный стакан. Все должно раствориться. Охладите раствор, поместив в глубокую тарелку с холодной проточной водой при перемешивании. Не должен выпадать осадок. Если выпал осадок, значит реакция до конца не прошла. 9. Вносим данный раствор в аквариум примерно за 2-3 часа равными порциями. Следим за состоянием рыбы. 10. Проверяем PH и PH в аквариуме. Если все соответствует, мы готовы к внесению хлорамина Т. Начинаю обработку с вот этих рыб. Что-то решил, что на них будет легче увидеть все нюансы. Они темные, соответственно, должны реагировать, если им что-то будет не так. Ну и по ценности, как бы, может быть, может быть, здесь поменьше ценность. Потому что вот эти дорогие альбины, а вот этих много. Тут, по-моему, 22 рыбы из-за моей ошибки получилось. Ну вот. Значит, сейчас я засыпал сульфат магния 50 грамм. Сделал все перерасчеты опять по-новые. И, в общем, понял, что вчера, конечно, я маловато добавил и солей, кальция, магния и соды. И сейчас потихоньку наливаю соду. Это я уже этим делом занимаюсь. Два часа. Вот. Так что еще, наверное, минимум полчаса буду наливать соду. Потому что перемешивается тоже достаточно медленно. Циркуляция не такая уж быстрая. Из моего опыта. Но вот поставил на максимум. Вот. И дальше уже буду вводить хлорамин. Интересно, что на стадии приливания соды повышается, естественно, PH. Уже 7,8. И рыба поменяла свое поведение. Они активно плавают туда-сюда. Все вместе в стае. До этого сидели в правом углу. Надеюсь, это хороший признак, а не плохой. Такое впечатление, что у них чувство голода проснулось. Может быть еще потому, что немножко поели мотыля. Я пока больше давать не буду. Не настолько молодая рыба, чтобы прямо бояться. Не то, что они голодные. Итак, первая обработка хлорамином. Сейчас добавлены магния С4 и сода. Рыба чувствует себя хорошо. Вся активно. Покушала мотыля. Как на прибывшую мы не могли ее оставить голодной. Вот остатки мотыля. Сейчас придет, доест. Вот. Параметры внесения. Хлорамин добавлен. 20 минут. Полет нормальный. Прямо извертелась вся. Как хилла. Крылышками бег, 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 бег. Но крылышки нормальные. Ни у кого ничего не подпаливает. Хвостики. Все нормально. Они не останавливаются. Не могу хорошо снять. Сюда соду уже почти всю внес. Чувствуют себя нормально. Здесь опять же сейчас сильное течение. Может быть поэтому они стали активнее. После внесения хлорамина течение уберу. Оно у меня для перемешивания. В принципе все нормально. Они вот как-то хорошо переносят. Повышение. Повышение PH. И повышение KH. А вот этим прилил половину или может быть чуть больше половины раствора соды. Приливаю каждые 10 минут по 50 миллилитров. Это будет 2 часа. И мне не очень нравится, что некоторые именно супер пантеры зажались. Вот она, например. Свет включил, хотел заснять. Но они тут же распрямились. И все были красивенькие. Вот свет потушил. И вижу, что верхние и нижние плавники прижимают. Другие нормально. Но может не так бодро нижние вот эти плавники разводят в сторону. Как обычно они боевую стойку принимают. Но нормально. А вот пантерки как-то вот так вот. На закатном солнышке. В тенечке никто не стоит. А мы говорим, дискуссы свет не любят. Любят они. Естественный свет. А живут обычно. Там, где его совсем нет. Рыбки хлорамин. Итак, мы описали события одного дня, 12 апреля. За этот день мы подготовили 3 аквариума к обработке хлорамином Т. Нам не понадобилось мыть аквариумы и подменять воду в больших объемах. Так как вода была свежая и мы промыли только губки, работающие на механику. Затем мы внесли хлорамин и несколько часов контролировали состояние рыбы. После чего оставили их до утра. В следующей серии мы посмотрим, как проходит дальнейшая обработка хлорамином и удалось ли нам избежать бактериальной инфекции. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить, если вы еще не подписаны. Спасибо за просмотр.